Это рассказ о моей картине «Безграничная свобода». Однажды мне приснилась мадам Свобода, пришла ко мне в гости, и она сказала, знаешь, а мне нравятся твои картины. Я говорю, ой, да, спасибо, мне тоже они нравятся. Она сказала, а давай мы с тобой вместе порисуем. Я говорю, ой, как прекрасно, давай. Она отложила свой светильник, и мы стали рисовать. Я говорю, а что там будет, когда мы нарисуем мой символ? Ты знаешь, есть свобода, и есть безграничность, и есть мудрость, и поэтому давай на сейчас мы сделаем символ мудрости, вот этот лонос, давай мы сделаем его огненным, как моя лампочка. Ну, прекрасная идея, давай сделаем так. И мне приснилось, что мы стали рисовать вместе именно вот эту картину. Поэтому было так интересно, потому что я тогда спросила, а что тогда еще, почему именно цветок, и почему он должен в пламе вспыхивать? Ну, когда вспышка, это когда душа и память концентрируются в одном, и это самый момент созидания. Именно вспышка, она когда-то на один конкретный миг концентрирует себе все сознание. И в этот миг стоит загадывать желание, которое сбывается. Я посмотрела, ну, какая интересная мысль. И в конце мадам Свобода написала свое имя наверху над этим знаком, над лотосом. И я посмотрела, ну, как мило. Потом я, когда проснулась, решила зарисовать картину, сделать абсолютную копию того, что я видела во сне. Мне эта идея понравилась. Но потом мадам Свобода приснилась у меня опять, и она мне сказала, знаешь, такую теорию, что есть бессмертные, и бессмертный тот, кто может танцевать с диким пламенем. Но я запомню, я не имею в виду физическое пламя, но главное запомнить эту мысль. Тот, кто танцует с пламенем, тот знает путь к бессмертию. Это все.